приветствую вас дорогие друзья на добром канале сегодня мы обсудим следующие новости воскресная операция против верующих в мурманске на расследование библейских чтений брошены силы следственного комитета в колоде друзья поддерживают верующих оказавшихся в беде в связи с уголовным преследованием и в завершении этого видео мы подведем итоги 2019 года мы коротко вспомним и перечислим все репрессии с которыми столкнулись свидетелей головы в проходящем году 29 декабря 2019 года правоохранители в том числе сотрудники следственного комитета рф по мурманской области одновременно вторглись по меньшей мере в четыре квартиры где проживают свидетели иеговы проведены области и допросы возбуждено уголовное дело известно что возбуждено уголовное дело номер 11 90 24 7 3 0 2 3 0 2 7 7 его расследует следственный отдел по городу мурманск следственного управления следственного комитета рф по мурманской области пока не ясно однако по какой статье и в отношении кого это дело возбуждено в операции среди прочих были задействованы следователи шаш и глебов ранее 18 апреля 2018 года в городе полярный мурманской область проведены области в жилищах местных жителей 44-летний роман мартин и 61 летний виктор трофимов были отправлены в сизо по подозрению в организации деятельности экстремистской организации возраст указан на момент ареста 24 мая 2019 года им было вручено обвинительное заключение итоговый документ в котором следователи должны были обосновать свои нападки на мирных законопослушных граждан 25 декабря 2019 года верующие из колуди роман махнёв покинул следственный изолятор где он провел 182 дня за это время у него умер отец а у овдовевшей матери сгорел дом порядка 30 единоверцев романа пришли на помощь пожилой женщине друзья махнёвых отреагировали быстро желающих помочь было так много что некоторым пришлось отказывать в итоге порядка 30 человек за два дня разобрали тонны обгоревшей мебели металлоконструкции крыши и бытовой техники также они очистили стены от гарри частично установили каркас для новой крыши и почти полностью сделали проводку происходящее вызвало большой интерес у жителей деревни многие специально приходили посмотреть как продвигаются работы по мере сил стали помогать и соседи предоставляли добровольцам места для парковки позволяли пользоваться туалетом одалживали чайники и тому подобное впечатленная поддержкой друзей пожилая женщина повторяла всем бы таких сыновей как мой роман подведем итоги репрессии против свидетелей говы в уходящем 2019 году сколько человек 2019 году подверглись репрессиям за веру по данным на 31 декабря 2019 года 313 последователей религии свидетелей говы официально в статусе обвиняемых подозреваемых подсудимых или осужденных две трети из них это 213 человек узнали об уголовном преследовании в 2019 году общее количество возбужденных уголовных дел 135 чаще всего в одном уголовном деле два и более обвиняемых каков географический размах репрессий за веру по данным на конец 2019 года уголовные дела возбуждены в 52 регионах россии в 2019 году дела были возбуждены в 21 новом регионе россии всего в россии 85 регионов это означает что гонениями на свидетелей говы охвачены 61 процент регионов сколько в 2019 году вынесено обвинительных приговоров за веру и сколько из них вступили в силу хотя уголовные преследования свидетелей и говы по статье 282.2 ук рф начались в 2018 году впервые приговоры были вынесены в 2019 в течение года 18 человек были признаны виновными и приговорены судами к различным наказаниям от крупных штрафов до 6 лет колонии в отношении 10 человек уже прошла апелляция приговоры вступили в законную силу еще восемь человек ждут решения апелляции список приговоров вынесенных и вступивших в силу в 2019 году 23 мая 2019 орловский облсуд оставил силе решение о тюремном сроте для дениса кристенсена 13 июня 2019 орловский облсуд оставил силе обвинительный приговор скрынникову сердею 5 сентября 2019 пермский краевой суд оставил силе обвинительный приговор александру соловьеву за свою веру он заплатит крупный штраф в 300 тысяч рублей 5 ноября 2019 хабаровский облсуд заменил москаленко валерию 26 месяцев принудительных работ крупным штрафом 20 декабря 2019 саратовский облсуд не изменил приговор баженову константину буденщику алексею дерману динадию гридасову роману махамадееву феликсу мерецкому алексею за веру их отправят в колонию на сроте от двух до трех с половиной лет список приговоров вынесенных в 2019 году но не вступивших в силу 5 ноября 2019 6 лет тюрьмы для сердея климова суд в том месте вынес очередной обвинительный приговор за веру в ягову 14 ноября 2019 отженитизовский райсуд перми приговорил алексея миздера к штрафу в 350 тысяч за право исповедовать религию прокурор просил три года тюрьмы 13 декабря 2019 ленинский райсуд пензы приговорил владимира алуштина к шести годам колонии за веру его жена татьяна и их единоверцы галия ольхова денис кимошин андрей маглев и владимир кулясов приговорены к двум годам лишения свободы условно сколько свидетелей и иговые прошли через сизо и сколько еще там содержится с мая 2017 года за решетку были отправлены 149 верующих из них 22 женщины больше половины от общего числа это 84 человека оказались под стражей в течение 2019 года список верующих которые уже провели в сизо более 6 месяцев это более 30 человек абдулгалимов марат 91 года рождения под арестом с 1 июня абдулаев арсен 79 года рождения под арестом с 1 июня аванесов арсен 83 года рождения под арестом с 22 мая аванесов вилен 52 года рождения под арестом с 22 мая окопов александр 92 года рождения 359 дней в сизо алуштин владимир 64 года рождения 3 дня в ввс 181 день в сезон номер один по пензенской области 333 дня под домашним арестом 13 декабря 2019 года приговором суда вновь взят под стражу баженов константин 75 года рождения 3 дня в ввс 341 день в сезон номер один по саратовской области 19 сентября 2019 года приговором суда вновь взят под стражу барматин дмитрий 74 года рождения 447 дней в сизо буглак ирина 75 года рождения 181 день в сизо будинчук алексей 82 года рождения под арестом с 12 июня 18 года три дня в ввс 364 дня в сезон номер один по саратовской области 19 сентября 2019 года приговором суда вновь взят под стражу владимирова валентина 56 года рождения 191 день в сизо галькевич татьяна 59 года рождения 190 дней в сизо дергалев антон 85 года рождения под арестом с 1 июня 2019 года сизо 1 по республике дадистан дышко евгений 89 года рождения 207 дней в сизо климов сердей 1970 года рождения осужденный под арестом с 3 июня 18 года сезон номер один по томской области кристенсен денис 72 года рождения 731 день в сезон номер один города орла 23 мая 2019 года приговором суда отправлен в исправительную колонию номер три по курской области кузин дмитрий 1965 года рождения 182 дня в сизо малков виктор 59 года рождения под арестом с 25 апреля 19 года сезон номер один по смоленской области махамадеев феликс 84 года рождения осужденный три дня в ввс 364 дня в сезон номер один по саратовской области 19 сентября 2019 года приговором суда вновь взят под стражу махнёв роман 76 года рождения 182 дня в сизо москаленко валерий 67 года рождения 396 дней в сизо асачук валентин 76 года рождения 275 дней в сизо остапенко антон 91 года рождения 246 дней в сизо парков александр 67 года рождения под арестом с 20 мая 2019 года сезон номер один по ростовской области савельев юрий 54 года рождения под арестом с 8 ноября 2018 года сезон номер один по новосибирской области самсонов константин 77 года рождения 361 день в сизо Соротина Наталья, 75-го года рождения, 191 день в СИЗО, Ступников Андрей, 73-го года рождения, 241 день в СИЗО, Султанов Шамиль, 77-го года рождения, 361 день в СИЗО, Трошина Мария, 77-го года рождения, 91 день в СИЗО, Шалев Валерий, 77-го года рождения, под арестом с 25 апреля 2019 года, СИЗО номер один по Смоленской области. 31 декабря 2019 года в СИЗО находятся 5 женщин. Шамшева Татьяна, 77-го года рождения, под арестом с 11 июня 2019 года, СИЗО один по Брянской области. Силаева Ольга, 88-го года рождения, под арестом с 11 июня 2019 года, СИЗО один по Брянской области. Карпова Мария, 80-го года рождения, под арестом с 1 июня 2019 года, СИЗО один по Республике Дадистан. Багратян Алифтина, 77-го года рождения, под арестом с 16 октября 2019 года, СИЗО номер один по Курской области. Пегашева Екатерина, 1989 года рождения, под арестом с 3 октября 2019. Сезон номер один по республике Марий-Эл. Сколько проведено обысков в домах свидетелей Иеговы? После вступления в силу запрета, наложенного на деятельность организации свидетелей Иеговы, в их домах было проведено в общей сложности 778 обысков. Из них в 2019 году проведено 489 обысков. Обыск – это существенное ограничение конституционного права человека на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя. Хроника вторжений в дома свидетелей Иеговы в 2019 году. 12 января Ипатово, Ставропольский край проведен один обыск. 20 января Ноглите, Сахалинская область, проведено 3 обыска. 20 января Южно-Сахалинск, Сахалинская область, проведено 6 обысков. 20 января Невельск, Сахалинская область, проведен 1 обыск. 27 января Фурманов, Ивановская область, проведен 1 обыск. 3 февраля Нефтекумск, Ставропольский край, проведено 3 обыска. 5 февраля Киров, Кировская область, проведен 1 обыск. 6 февраля Нефтекумск, Ставропольский край проведен один обыск. Также 6 февраля Саранск, Мордовия проведено 9 обысков. Урай, Ханты-Мансисти, Автономный округ проведено 2 обыска. И также 6 февраля Нефтекумск, Ставропольский край проведен 1 обыск. 15 февраля Сургут, Ханты-Мансисти, АО проведено 22 обыска. 25 февраля Курильск, Сахалинская область проведено 2 обыска. 27 февраля Архангельск, Архангельская область проведено 6 обысков. Также 27 февраля Ульяновск, Ульяновская область проведено 5 обысков и Нефтеюганск, Ханты-Мансисти, АО проведен 1 обыск. 28 февраля Пятьях, Ханты-Мансисти, АО проведен 1 обыск. 1 марта Череповец, Вологодская область проведен 1 обыск. 13 марта Северодвинск, Архангельская область проведено 7 обысков. 17 марта Лучегорск, Приморский край проведено 3 обыска. 20 марта Магадан, Магаданская область проведено 8 обысков. 20 марта Ялта, Крым проведено 8 обысков. 21 марта Зея, Амурская область, проведено 5 обысков, 26 марта Челябинск, Челябинская область, проведено 10 обысков, 26 марта Тиров, Тировская область, проведено 12 обысков, 3 апреля Порхов, Псковская область, проведено 2 обыска, 11 апреля Абакан, Хакасия, проведено 4 обыска, 15 апреля Омск, Омская область, проведен 1 обыск. 16 апреля Карпинск, Свердловская область, проведен 1 обыск. 19 апреля Партизанск, Приморский край, проведено 2 обыска. 19 апреля Шарыпово, Красноярский край, проведено 11 обысков. 19 апреля Новосибирск, Новосибирская область, проведено 13 обысков. 19 апреля Минусинск, Красноярский край, проведено 5 обысков. 25 апреля Смоленск, Смоленская область, проведено 3 обыска. 30 апреля Уфа, Башкортостан, проведено 2 обыска. 8 мая Омск, Омская область, проведено 5 обысков. 15 мая Ульяновск, Ульяновская область, проведен 1 обыск. 16 мая Смоленск, Смоленская область, проведено 2 обыска. Также 16 мая Волгоград, Волгоградская область, проведено 7 обысков. 22 мая Ростов-на-Дону, Ростовская область, проведено 13 обысков. 24 мая Тиров, Тировская область, проведен 1 обыск. 1 июня Махачкала, Дадистан, проведено 13 обысков. Также 1 июня Карачаевск, Карачаево-Чертесия, проведен 1 обыск. 4 июня Севастополь, проведено 10 обысков. 7 июня Красноярск, Красноярский край, проведено 2 обыска. 11 июня Унеча и Новозыпков, Брянская область, проведено 22 обыска. 12 июня Москва, проведен 1 обыск. 14 июня Сухобузимская, Красноярский край, проведено 9 обысков. 18 июня Уссурийск, Приморский край, проведено 2 обыска. 26 июня Буденновск, Ставропольский край, проведено 9 обысков. 28 июня Новосибирск, Новосибирская область, проведен 1 обыск. 4 июня Кострома, Костромская область, проведен 1 обыск. 7 июня Севастополь, Крым, проведен 1 обыск. 9 июня Невинномыск, Ставропольский край, проведен 1 обыск. Также 9 июня Красноярск, Красноярский край, проведено 2 обыска. 11 июля Красноярск, Красноярский край проведен 1 обыск, 13 июля Евпатория, Крым проведено 2 обыска, 17 июля Нижний Новгород, Нижегородская область проведено 35 обысков, также 17 июля Раздольная, Приморский край проведен 1 обыск и Тиров, Тировская область проведен 1 обыск, 18 июля Тиров, Тировская область проведен еще 1 обыск, 22 июля Кемерово-Темеровская область проведено 2 обыска. 29 июля Новосибирск-Новосибирская область проведено 6 обысков. 31 июля Киров-Кировская область проведен 1 обыск. Также 31 июля Санкт-Петербург проведен 1 обыск. Кандапога-Карелия проведено 6 обысков. И Петрозаводск-Карелия проведено 10 обысков. 2 августа Сухобузимская, Красноярский край проведен 1 обыск. 6 августа Хабаровск, Хабаровский край проведен 1 обыск. 15 августа Раздольная, Приморский край проведено 2 обыска. 2 октября Челябинск, Челябинская область проведен 1 обыск. 3 октября Чехов, Москва проведено 4 обыска. Также 3 октября Ёжкар-Ола, Марий-Эл проведено 3 обыска. 10 октября Сочи, Краснодарский край, проведено 35 обысков. Также 10 октября Орел, Орловская область, проведено 2 обыска. 16 октября Курск, Курская область, проведено 13 обысков. 17 октября Чехов, Сахалинская область, проведен 1 обыск. Также 17 октября Хомск, Сахалинская область, проведено 2 обыска. И Киров, Кировская, проведен 1 обыск. 20 октября Норильск, Красноярский край проведено 5 обысков 21 октября Киров, Кировская область проведено 2 обыска 23 октября Уссурийск, Приморский край проведен 1 обыск Также 23 октября Новозыпков, Брянская область проведено 2 обыска Диордиевск, Ставропольский край проведено 3 обыска 24 октября Курск, Курская область проведено 4 обыска 30 октября Смоленск, Смоленская область, проведен 1 обыск. 31 октября Курск, Курская область, проведено 3 обыска. 1 ноября Солегалич, Костромская область, проведен 1 обыск. 3 ноября Подольск, Москва, проведен 1 обыск. 4 ноября Анжера, Суджинск, Темировская область, проведен 1 обыск. 6 ноября Бородино, Красноярский край, проведен 1 обыск. Также 6 ноября Курск, Курская область, проведено 2 обыска. 11 ноября Курск, Курская область, проведен еще один обыск. Также 11 ноября Нефтекумск, Ставропольский край, проведено 3 обыска. 14 ноября Ачинск, Красноярский край, проведено 8 обысков. 17 ноября Тында, Амурская область, проведено 6 обысков. 18 ноября Холмск, Сахалинская область, проведено 2 обыска. 21 ноября Смоленск, Смоленская область проведен 1 обыск. Также в Смоленске проведен 1 обыск 22 ноября. 3 декабря Липецк, Липецкая область проведено 7 обысков. Также 3 декабря Вярцеля, Карелия проведен 1 обыск. 6 декабря Сургут, Ханты-Мансисти, АО проведено 2 обыска. 16 декабря Чертеск, Карачаево-Чертесия проведено 12 обысков. 19 декабря Вологда, Вологодская область проведено 6 обысков. 26 декабря Зеленогорск, Красноярский край проведено 6 обысков. 30 декабря Мурманск, Мурманская область проведено 5 обысков. Как мы с вами знаем, российские и зарубежные деятели и организации единодушно осуждают гонения на свидетелей Иеговы в России. Тем не менее, репрессии продолжаются и на нашем канале мы будем следить, как они будут протекать в 2020 году. Ну а сейчас предлагаю переместиться в Калифорнию. В последние несколько месяцев по всей Калифорнии в одном месте за другим вспыхивали лесные пожары. Огонь выжег свыше 36 тысяч гектаров земли, оставив после себя горелые проплешины. По сообщению филиала свидетелей Иегов США, более 1700 верующих были эвакуированы. К счастью, никто не погиб и не получил травм. Пожар Сэндлвуд, разгоревшийся 10 октября 2019 года в городе Калимеса, сжег дотла дом одного верующего. Еще несколько домов свидетелей Иеговы получили небольшие повреждения. После того, как опасность миновала, почти все эвакуированные смогли вернуться домой. В таких ситуациях особенно важно четко выполнять все указания. Делится один из верующих, который служит старейшиной в той местности. Наши единоверцы быстро подтянули зону бедствия, что позволило пожарным сосредоточиться не на поисках людей, а на тушении пламени. Районные служители и местные старейшины организовали раздачу гуманитарной помощи тем, кому пришлось оставить свои дома. Спасавшихся от огня приютили у себя живущие поблизости единоверцы. Желающих проявить гостеприимство было так много, что один районный служитель сказал, «Мы без проблем разместили всех эвакуированных». Таковы были новости к данному часу, дорогие друзья, и по итогам минувшего года. Если это видео было полезным и информативным, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на наш канал. Будем следить на нашем канале, чем обернуться гонения на светиле Иговы в 2020 году. Будем бороться и дальше за их права и предавать как можно большей огласке все происходящее. Чем нас больше, тем и большая сила в этом деле. Присоединяйтесь. До новых встреч.